Вторая лёдка в Энгельсе Ситуация ЧАЭС, потому что если аварии происходят еженедельно или раз в две недели, наверное, это ненормально и так не должно быть, когда у нас в 21 веке люди сидят на обогревателях и буквально замерзают в прямом смысле слова Человек в фуражке Олег Пулин, директор местной управляющей компании. 77 малоэтажных домов с разным отоплением. Где-то холодно, где-то наоборот слишком жарко. Он объясняет ситуацию износом сетей по пути от котельной к жилищу Естественно, многочисленные отключения. Ну, в ноябре было достаточно много отключений. Каждое последующее включение, естественно, это гидроудар. Коммуникации и внутри домов тоже изношены. У нас было такое, что в сутки до 500 заявок случалось Вокруг парящей трубы этой котельной тоже развернулась настоящая схватка. Вот только участники поединка забыли о главном – о жильцах В 2018 году котельной было передано из ведения Министерства обороны в муниципальную собственность. У объекта появилась обслуживающая организация, но ненадолго Был предыдущий собственник компании «Теплоресурс», который принадлежал этой котельной Значит, были результаты конкурса по покупке этой котельной теплоресурсом оспорены И администрации были проведены новые конкурсные процедуры. Несколько раз они не состоялись По причине того, что там участники не выходили на этот конкурс Значит, на сегодняшний день победитель определен К сожалению, это произошло уже в преддверии отопительного сезона, в конце лета Директор компании «Теплоресурс» Андрей Воробьев объясняет Что котельная подает тепло по 28 километрам изношенных коммуникаций Трубы не менялись там порядка 15 лет «Теплоресурс» сразу приступил к обновлению изношенного наследства Минобороны Начались инвестиции, но работу заморозили люди в голубых мундирах с погонами Мы вложили туда порядка 20 миллионов И провели определенную реконструкцию ее работы Был план на дальнейшее использование данной котельной Но тут, пройдя где-то полтора года, вышло постановление прокуратуры Которая обязала администрацию Нашла там, как кажется, формальную причину аннулировать конкурс Что за причина? Могу так точно не сказать, но причина была в том, что якобы кусочек земли какой-то маленький Был неправильно оценен, который в совокупе от общей стоимости котельного и всего комплекса Имел там, может быть, даже 0,5% от стоимости То есть на это они сослались и аннулировали конкурс Это Энгельская прокуратура? Я так понял, что областная внесла представление Нам пришлось, во-первых, понести убытки Нам эти инвестиции никто не вложил В итоге новым победителем конкурса на обслуживание котельной Стала компания из далекой Тюмени На встречу с жителями пришел директор Дмитрий Пащенко Теперь они пытаются вложить средства А жители все еще ждут отопления Приблизительная сумма на ремонт теплосетей Где-то порядка 47-55 миллионов рублей Для того, чтобы привести в порядок котельную саму Скажем так, не просто привести в порядок А модернизировать Поставить современное оборудование Это где-то займет порядка еще 18 миллионов рублей Плюс модернизация внутреннего первого контура отопления Это где-то порядка еще 12 миллионов рублей Общая сумма, которую мы думаем привлечь в следующем году То есть в 2020-м собственных инвестиций Порядка 35-40 миллионов рублей Ну, если, скажем так, нам будут помогать комитет ЖКХ области Возможно, какая-то кредитная программа интересная То есть, по сути, причиной вмешательства надзорного ведомства Стала незначительная формальность с земельным участком Которую возможно было решить совместно с администрацией И параллельно с работой и вложениями Первый из выигравших конкурс компаний Однако вся работа по вхождению в отопительный сезон летного городка Оказалась просто парализована накануне холодов Прокуратура, администрация, все вот эти власти Вся их деятельность должна быть направлена на то Чтобы люди жили в нормальных условиях, правильно? Как может быть в 21 веке вообще такая ситуация Что трубы кострами отогревают Что люди замерзают реально в домах Как это вообще возможно у нас вот этот вопрос? Вот и получилось Кому-то звезда на погоны, а кому холодные батареи Но заложников подобных ситуаций, как правило, никто не спрашивает Продолжение следует...